МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это мы отмечали 250 лет вхождения Хакасии в состав российского государства. А мы уже 300 лет отметили всю эту идею. И, к сожалению, решение правительства России принималось неоднократно. И все время то трудности, то дождь пошел, то град пошел, то не вовремя, еще что-то. И поэтому все это откладывалось. Три года назад мало кто верил, что за это время в Хакасии появится такой исполин. Кстати, начало стройки вместе с местными властями положил великий испанский тенор Хосе Карерос. Он пообещал приехать с концертом, когда здание будет готово полностью. Но сегодня жители республики могут увидеть частичку прекрасного. Украшают новый зал, мингиры, камни с древними рисунками. Мы заходим и снаружи видим, что комплекс недостроен. Попадая в этот зал, ты забываешь об этом. Это настолько сказка, фантастика. У меня, знаете, даже слезы на глазах. Наконец-то мингиры нашли свое достойное место. По планам властей и строителей весь этот комплекс достроить в следующем году. Сегодня открытие стало особенно символичным. Оно совпало с началом работы международного форума «Сибир-Илл». Съехались гости из регионов страны и зарубежья. Также в рамках форума Владимир Штыгашев принял участие в работе «Круглого стола». Студенты и политики в зале Верховного совета обсуждали проблемы в развитии детского туризма и природоохраны. В частности, на что нужно сделать упор в ближайшей перспективе, озвучил Олег Лебедев, депутат и член экологического совета при Госдуме России. Возрастают требования к управлению лесами и надо отвечать международным, экологическим, экономическим стандартам. Сегодня большая проблема с пожарами, она в ряде регионов есть. Есть и другие вредители, болезни, ряд других неблагоприятных факторов. Но, хочу сказать, конечно, большая проблема нелегальное лесопользование. Обращаясь к приветствиям к участникам и гостям «Круглого стола», Владимир Штыгашев указал на символичность темы и места проведения заседания. Ведь открытие форума состоялось именно в стенах Верховного совета, высшего законодательного органа Хакасии. Владимир Штыгашев подчеркнул, одна из основных задач для власти – развитие детского туризма. На сегодня для школьников разработано 29 маршрутов. Это и сплавы, и походы в лес, и посещение исторических мест. Жители Хакасии уже с детства должны иметь представление о республике, в которой они живут, о культуре, достопримечательностях региона. В школах должны больше уделять внимание детскому туризму, экскурсиям по региону. Парадокс, но в стране до сих пор на законодательном уровне нет такого понятия, как детский туризм. Для развития этого власти создают координационные советы. По мнению Елены Егоровой, председателя профильного госкомитета, систему нужно элементарно упорядочить и назначить единственный ответственный орган. Сейчас в нашей стране детский туризм развивается разными ведомствами, без какой-либо координации между собой. В системе доп. образования, при Министерстве образования, науки, коммерческими турфирмами, муниципальными клубами, некоммерческими организациями, Министерством спорта. То есть очень-очень многими ведомствами. В ходе заседания участники также поделились опытом развития научно-познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях. Но о днем ранее парламент республики обсуждал вопросы финансовые. Министр Семен Айошин отчитался на президиуме об исполнении бюджета за первое полугодие. Согласно данным, озвученным министром, общий объем доходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на миллиард 700 миллионов рублей. А это 17%. По расходам исполнение составило почти 13,5 миллиардов рублей или 51% годового плана. Бюджет, как было заявлено ранее, носит социальный характер. На социально-культурный блок направлено 9,951 миллиона, что в аналогичном периоде с прошлого года на 1,157 миллиона. Основной рост сложился по следующим сферам. На образование расходы возросли на 173 миллиона, на здравоохранение 606 миллиона, на социальную политику выросли на 406 миллионов рублей. Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Сергей Комаров выделил неплохое состояние бюджета по собираемости налогов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул, что увеличение составило в среднем 20%. А вот на реализацию госпрограмм правительству стоит обратить большее внимание, в частности на обеспечение жильем детей-сирот. На сегодняшний день 1800 человек у нас стоит на очереди по детей-сирот, которые претендуют на получение жилья. Мы за прошлый год приобрели 175 квартир. То есть можно сказать, что при таких темпах мы покрываем примерно 10% потребности в год. Это, конечно, не решает этот вопрос. Поэтому мы сейчас плотно работаем с правительством, чтобы с одной стороны, поясню, деньги эти даются как с федерального бюджета, так и с бюджета Республики Хакасия приблизительно пополам. Поэтому мы работаем над тем, чтобы увеличить поступление из российского бюджета, так как нам самим эту позицию не вытянуть. Но и однозначно надо увеличивать отчисления из бюджета Республики. Подводя итоги заседания, председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев подчеркнул, что, несмотря на высокий уровень и неравномерность финансирования и реализации республиканских госпрограмм, заметна положительная тенденция в наполняемости бюджета Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова